Ну что я хочу рассказать. Когда мы собирались в Уперталь, муж заранее уже посмотрел, что здесь можно увидеть. И помимо памятника и дома-музею Фридриху Энгельсу, он сказал, что там есть парк скульптур. Ну такое культовое место. И мы намеревались сюда попасть, и вот сегодня попали. Я должна сказать, что когда я сегодня ездила, гуляла по городу и дошла до зоопарка, цена билета для взрослого была 20 евро. И когда мы сюда шли, в парк скульптур, мы с мужем рассуждали, сколько может стоить билет в парк скульптур. Я говорю, ну они же не кормят этих скульптур. Не может, чтобы 20. Я говорю, наверное, 8. Муж говорит, думаю, 12. Он угадал. 12 евро стоит на одного человека билет. И нам дали еще брошюрку такую, ну, такую небольшую, вот, с перечислением всех скульптур, которые тут есть. И всего их получается 59. 59 скульптур, да? Вот, я не знаю, сможем ли мы все 59 показать и увидеть, но, наверное, самые-самые интересные покажем. Во всяком случае, вот каталонский скульптур Жуан Миро, испанский художник, он здесь представлен несколькими скульптурами. Вот, в частности, вот это называется персонаж. Очень симпатично. Мне напомнила Баттера, ну, вот этой вот зеленью и вот этой такой монументальностью. А вот эта прекрасная скульптура – это женщина. Сразу видно, что женщина, да? Потому что, ну, кто-то, может быть, скажет, что это передняя часть женщины, на самом деле задняя. Задняя часть женщины – это волосы, если кто-то успел заметить. А это вот лицо, и это вот лона. Гнездо. Муж сказал, всего вот большое гнездо, а я сказала, ну, это место, где может поместиться ребенок. Вот, ну, это очень интересная скульптура. Я бы сказала, наверное, одна из самых запоминающихся. Я во всяком случае вряд ли персонаж запомню, он какой-то такой мутный. Вот. Еще меньше запомню вот эту скульптуру. Она, я даже не знаю, как называется. Это точно женщина, да, Андрюш? Да, конечно. Вот прям женщина называется. Это называется «Живой ритм». Вот это «Живой ритм». Ну, вот вряд ли я запомню «Живой ритм» вообще. Оно как-то так. А кто автор? Не помню. Ну, посмотри, пожалуйста. А, Хайнс Мак. Что, ты его знаешь? Ну, как бы, как бы мы, когда сюда шли, я же уже прочитала. Это Наполеон? Нет. Это мальчик. Мальчик. Почему ты думаешь, что это Наполеон? Я думаю, это мальчик со знаменем. Пионер. Не, мужик с флагом. Просто мужчина с флагом? Да. А кто автор? Ну, вон, маг тоже кто-то, наверное. Думаешь? Томас Шутте. Мужчина с флагом. Бронза. 2018 год. Ну, вообще симпатичный. Ну, я бы мальчик сказала. Так. Ну что, еще до одного дойдем? Я думаю, не утомлю я своих почитателей, читателей, этими лугами и этими прекрасными полями Вестфалии. Это на самом деле красивое место. Я не могу сказать, что мне тут не нравится. Наоборот, сегодня мне очень нравится. Второй день, вот, ну, вторые сутки мы тут. Так-то третий, получается, уже день с того дня, как приехали. Вот. Но вторые сутки мы здесь. И я в таком восторге неописуемом. Мне так все нравится. Мне нравится и массаж, на который я попала. Тайский был массаж. Куком не делала. И мне нравится мандариновый пирог, который я ела. И капучино мне посыпали. Какао. В общем, короче, сегодня день самый прекрасный. Итак, Генри Моор. И это женщина. Андрюш, как она? Сидящая и задрапированная. Задрапированная, сидящая женщина. Я думаю, что я тоже не забуду. Ну вот, может быть, автора забуду, а саму женщину трудно забыть. Она просто незабываемая. Какая ты нарядная. Задрапированная женщина. Вообще великолепно. Ну что, всем привет из Вуперталя. Мне все нравится.